Дмитрий Сидоров Я отправился в разведывательную экспедицию от Русского географического общества, которое выполнялось совместно с Министерством экологии. Конкурс заключался в том, что требовался парень хорошего физического состояния, обучающийся на экологическом направлении, который до этого уже участвовал в каких-то экологических акциях, экологических конференциях. Прежде чем отправиться в Заполярье, Дмитрий прошел полные курсы выживания, доврачебной помощи и подготовки аквалангистов, умеющих работать на глубинах до 40 метров в холодной воде. Как таковая школа выживания крайне необходима, чтобы успешно подготовить территорию для дальнейших научных исследований. Казанский новобранец То есть за мной следил инструктор, постоянно инструктор, создал для меня различные ситуации. Допустим, представь, что нету дров, все дрова мокрые, нужно еще после дождя, или же перекрывал баллон под водой, когда мы плавали, заклеивали мне маску. Такое путешествие действительно запомнится. Казанский новобранец, оказавшись в Заполярье, оценивал глубинные течения, определял перечень необходимого снаряжения, а самое главное, испытал на себе реабилитацию после погружения. В число задач разведывательного отряда также вошла проработка логистики маршрута, доставка оборудования, размещения и погружения в северных морях. Там было месторождение, которое добывали, там еще были тюрьмы ГУЛАГа в тот момент, и, возможно, какие-то выбросы были в воду. Мы посмотрим, может быть, что-то нужно будет, научные какие-то взыскания делать по этому поводу. Кстати, члены отряда статарстанского отделения РГО уже изучили Баренцево и Белое моря. Во время тестирования подводные исследователи выполнили научные работы и установили несколько рекордов, среди которых самое глубокое погружение аквалангистов в Заполярье и самое глубокое подлетное погружение. Адель Шамилова, Влада Крайнова, Ленар Довлетьяров, Универньюз.